Девчонки, всем привет! Вы на канале Виктория Элит. Вот я обещала показать вам наш мост. Вот такие тут рельсы. Вот здесь Ерец. Переезд называется. В общем, мы идем гулять. И здесь вот такая вот штука везде. Я не представляю, если я буду гулять одна. Это, конечно, очень даже проблематично будет, честно скажу вам. Это Мадюк. Что тебе не так? Так, ну что, мои дорогие, как мы сходили? По магазинам мы сходили. Там ужасно сильный ветер, просто отвратительный. Реально, там потом прислали смс, что сейчас будет прям сильный-сильный ветер. Не знаю, я себя чувствовала так себе. Я еще, блин, надела... Я, получается, пошла без шапки. Я пошла в колготках, в платье, и, блин, ветер такой ужасно сильный. Я не знаю. Короче, мы были в Дикси, мы были в Магнит Косметик. И потом все-таки я хочу подождать 15-го числа, чтобы туда сходить. Я очень сильно хочу себе все-таки помадку для бровей, тушь взять. Ну, такие вот, знаете, мелочевки очень-очень сильно. Сейчас я пока что не стала брать. Так, мы взяли фрукты, взяли бананы, взяли молоко, взяли кефир, взяли соль, взяли рис и так далее. Хлеб, ну, знаете, такие штучки наши стандартные. Из прошлого влога у меня сегодня пятая стирка уже идет. Это вообще какой-то кошмар. Она не прекращается, но уже прогресс есть на самом деле. Потому что я все раскладываю в шкафчик, вместо... Тут уже не особо заметно, если честно. Потому что я вчера, ну, знаете, такие-то одеяло постираю. Одеяло стирал с белизной. В этот раз что-то плохо взялось. Я не знаю, либо мало белизны, хотя у нас было вроде нормально. Либо просто надо было замочить. Ну, в общем, я постирала одеяло свое здоровое. Джинсики, вот эту штучку для сиденья. Много чего постирала. У нас уже есть в чем ходить. Все чистенькое, хорошенькое. Осталось мою куртку еще постирать. Сирки очень много, на самом деле, меня ждет. И не знаю, что мы сегодня будем делать. Но мы сегодня... Да, да. Но мы сегодня гуляли часа два. Два с половиной, три. Я не знаю, сколько, но... Там такая себе. Там еще грязно так ужасно. И что-то не хотелось мне так гулять. Ладно. Сегодня мы будем, наверное, заниматься все-таки домашними делами. Потому что мы хотели сразу это сделать. Ладно, потом решили пойти гулять. Пока, типа, погода классная. И на самом деле, что-то она не такая уж и классная оказалась. Это, конечно, немножко обидно. Ну, ладно. Ничего страшного. Я сейчас варю макароны с сосисками. Максимка пюре опять будет есть. Кто-то... Пускай. Ладно. Максимке пюрешку любимое, любимое, любимое. В общем, сейчас я пока что буду разгружать наши пакеты. И на этом все. Пока. Да-да-да-да-да-да. Максимка сам умеет теперь с первого на пятый этаж за ручку подниматься по ступенькам. Это так классно. Он такой мягкий, такой теплый. Юрку я вчера побрила, представляете? Я, получается, в моем купале у машины хренак-хренак. И только вот здесь макушка оставила, и все, все остальное побрила под 1,2 сантиметра, получается. Самая большая насадка у нас. И так классно. Он так повалодил лет на пять вообще. Молодец. Что-то, что-то не знаю, надо было все отключать или нет. Здесь, в принципе, уже темно становится. Сейчас времени около 6 часов. В общем, у меня влог начинается в 6 часов. Это прям про меня. Я не знаю, что такое, но это что-то про меня стало в последнее время. В Дикси сейчас акции на Бориллу. Поэтому взяли тоже, сейчас как раз варю, фисулини, вертушки. В общем, как-то так. Субтитры делал DimaTorzok Ну что, готовы услышать мои последние новости? В итоге у нас очень много новостей, потому что я в несколько дней не снимала видео. За что, естественно, прошу огромнейшее прощение. Но обстоятельства так сложились. В общем, у меня пришло наконец-таки письмо от Google. Это уже такой кайф, прикиньте. Письмо от Google, мое первое. Я так думаю, что когда-нибудь все-таки я... Посмотрите, какое оно большое. И здесь написано пин-код, чтобы получать оплату за мои блогерские, так сказать, дни. И это письмо ждет каждый человек. Я уверяю, что каждый человек ждет письмо вот это, которое отправляется прям домой. Мне пришло на почтовый ящик. На прошлую квартиру я заказывала. Мне так и не пришло я. Потом начала в интернете лазить. Искать, как его получить. Можно повторно. Можно либо менять свой домашний адрес при переезде. В итоге я узнала, что можно. Мне поменяли. И я поменяла. Я посмотрела видео. Ну, очень много видео на YouTube. Как все это делается. Как все меняется. Как правильно вводить данные. И данные, если вдруг кто-то мне смотрит изначальночих блогеров, данные нужно вводить с... Google карты. То есть, есть Яндекс карта. Есть еще какая-то карта. Нужно обязательно Google карта, чтобы была. И тогда быстрее все найдется. И нигде ничего не потеряется. И не придет на почту. Мне, возможно, первый раз пришло на почту освещение. Но мы что-то подумали, что это мой WhatsApp. Потому что было написано ВВ. У нас тоже ВВ у него. Или ТТУ. И я подумала, что это, скорее всего, мужской пол. Поэтому я подумала, что вряд ли это мне. В итоге, скорее всего, у меня приходило шло. У меня две недели с момента заказа. Сегодня какое у нас? Четвертое число. Я заказала 20-го числа. 21-го, скорее всего, отправили. И можно всего три раза заказывать это письмо. И это вводится для того, чтобы подтвердить свои, так сказать, платежные данные. И я не знаю, вот кто говорит, что я много просмотров хочу хайпануть. На самом деле, я еще ни разу не получала. Вот честно говоря, ни разу не получала зарплату с YouTube. Никакую не выплату, ничего, кроме тех девчон, которые меня очень сильно поддержали. Очень сложно пилила, за что им огромное спасибо. А так я ничего не получала вообще. Так что мне, по сути, я уже сколько, почти год снимаю на добром, честном слове. И мне, в принципе, все равно на просмотры. Конечно, хочется получить немножко больше, чем могло бы быть. Но на самом деле у меня просто снимают, так сказать, от души, что могу, что хочу, что и творю. Сейчас я буду детям подогревать супчик. У нас, не поверите, новая проблема. Это туалет. Туалет у нас потек. У нас, получается, там, где сам слив, он течет. Прям вода не спускается. Слив течет. Там что-то прорвало. Я не знаю, сегодня Рома вызвал сантехников. Они пришли, посмотрели. Ой, сколько? Только 3 тысячи за материалы, за работу. 3 тысячи без смены туалета. Просто они там какую-то гавру поменяют, какие-то манжетки наложат. Завтра придут, и мы без туалета, грубо говоря. Это вообще, блин, какой-то кошмар, я не знаю. И хотела бы по поводу еще кое-что. У меня вот Максим разодрал все лицо. Я с ним борюсь. Я не знаю, как с ним бороться. У меня просто билет раздирает. И так он со всеми. И я сейчас пришла с кислотного ухода на более щадящие, с витаминчиками, с антиоксидантами, с витамином С. Я сейчас делаю. Один или два раза сделала. Это такой промкаф. Ничего не щипет, как от гликолевой кислоты, если есть поражения такие. Вот он мне засадил, как бы шрамов не осталось. На самом деле, гликолевая кислота, когда лицо повреждено, если царапины какие-то, вообще нежелательно не наносить. Лучше отменить на несколько дней, подождать. Но потом будет лучше намного. Так, сейчас на самом деле будет минут на 10, на 20. Просто моя болталочка. Сейчас налью супчик. Супчик у нас гречневый. Вчера, позавчера я сделала супчик. Вчера я сделала плов. Опять-таки, надоел он же мне. Хочу как-нибудь шаурму все-таки сделать. Ой, хочу шаурму, как свою домашнюю. Вообще, очень сильно хочу шаурму. Я не знаю, почему никак не можем ее купить и сделать. Как-то все не до этого у нас. И, 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 и. Сейчас дети у меня покушают. Сейчас, говорю, чистая болталочка. Ничего больше. Просто как у нас дела. Максим ко мне рвется, как я не знаю кто. Так. Надеюсь, вам не помешает моя включенная микроволновка. В общем, какой у меня был план пока что? Мне вроде никто сильно не мешает. Какой у меня был план? Я хотела накопить на своем балансе 1030. Пускай у меня идет полгода на это. Пускай год, я не знаю. Я хотела накопить 1030 своего YouTube-канала, не снимать, ничего не делать. Потом купить себе 1015 камеру. Хотела себе 1015 ноутбук. Купить самый простой, чтобы монтировать видео. Потому что без ноутбука это вообще невозможно. Я вчера наконец-таки дошла до этого момента, чтобы начать выбирать аппарат, начать выбирать какую-нибудь камеру, смотреть обзоры с YouTube. И наткнулась на то, что меньше чем 30 тысяч камер, нет смысла никакого брать. Потому что снимает точно так же, как на телефон. Я, честно сказать, была в шоке. Я смотрела подержанные. Подержанные только в Москве есть. И это опять-таки риски. И я, не знаю, я долго думала, долго выбирала. Думала, может, еще за 30 камер. Потом мне же все равно еще нужен ноутбук. И получается, я так быстро ничего не смогу обновить. А я хочу очень сильно поменять. Ой, качество картинки, качество всего-всего. Сейчас я как раз посмотрю, как у меня. А то у меня, я снимаю на телефон Xiaomi Redmi Note 7. Сейчас он уже снят с производства. Я уже смотрела. Вольтерадо, в ДНСе нигде его нет. И мне камера тут, в принципе, нравится. Если бы не сильные пересветы, если бы не проблемы, ужасные проблемы со звуком, когда я записываю звук, и потом какой-то... Значит, нужно делать пустой ролик на 1-2 секунды, чтобы записывался звук. Иначе просто его не будет. И появится он на 5-6 минуте разговора, и будет не синхронизированный. И это для меня через Google камеру огромная проблема, я не знаю. И огромные сильные пересветы, потому что все может быть белое. Я, во-первых, ничего не вижу. Фронталка здесь ужасная. На нее нельзя снимать. И поэтому я просто вижу свою часть, заднюю часть экрана и говорю в нее. И я не вижу, как я выгляжу сзади. Если была бы у меня камера, допустим, там же есть поворотные вот эти вот штучки, чтобы смотреть дисплей хотя бы где что находится, где что в фокусе, конечно, так было бы лучше. И я что-то так подумала, что 30 тысяч камер сейчас вот точно нет. Вот сейчас прям 100% мне не до нее. У нас и так очень много проблем с тем, что нам надо сделать. И я подумала, что давай я возьму, блин, телефон, нам новый обновлю. Я не знаю, у Ромы весь разбитый. Он опять-таки весь разбил. Я подумала, я ему свой отдам. Потому что у меня еще в нормальном состоянии нету такого, чтобы он там падал и так далее. Просто там пару трещин, но это ерунда. На работоспособность не влияет. И я подумала, что я ему свой старый отдам, а себе нового выберу. И я уже не могу. Я уже... Знаете, Дима, Виппер Лайф, кто смотрит обзоры телефонов, вот этот чувак очень классно на самом деле рассказывает про все, делает затесты, айфоны всякие, китайцы, все-все-все, снапдрэгоны, все-все-все, можно у него узнать все модели ближайших телефонов, все самые дешевые, самые дорогие, самые хорошие. И я все никак не могу определиться с тем, что я хочу. Потому что у меня был Samsung A50, когда он только вышел, когда только начали его продавать, мне он совсем не понравился. У меня есть видео даже с ним, как он снимает. Но мне вообще не понравилось, вот честно, совсем. В темноте все мылит, все ужасно в пикселях. А я часто снимаю в темноте, при искусственном освещении, когда недостаток света натурального, не в новый. Поэтому ужасные фотографии получаются, прям на невозможности. И поэтому я быстро его... Я тоже есть об этом видео. Быстро его продала. Ну как, мне за неделю, за две покупала я его за 20 тысяч, дала за 12 700, грубо говоря, на Авито. Потом купила вот этот, вот этот в темноте. Вот китайцы меня очень сильно радуют, что реально в темноте он реально хорошо показывает. Реально качественная камера. Хоть есть всего два блока камеры, не считая фронталку, но все равно уже что-то. Потому что сейчас камеры идут, что четыре сзади камеры, либо в ряд, либо в квадратики. Все по-разному у всех, но я не знаю. Я выбираю, я запуталась. Там столько моделей, смотрю столько обзоров, потому что я понимаю, что это не просто телефон будет, чтобы я играла, потому что я вообще в игры не играю. Для того, для работы моей, для того, чтобы я выпускала хорошо, мне было хорошее настроение, чтобы выпускать хорошие ролики, я честно, я не могу. Я хочу, чтобы у меня был качественный контент. Я не знаю, какая у меня сейчас картинка. Напишите, расскажите, не так уж сильно или плохо. Я думаю, что если смотреть с телефона, то, может быть, еще пойдет. Поэтому я уже больше года снимаю на это. Но я не знаю. Может быть, стоит как-нибудь задуматься другую. Может быть, камеру стоит взять. Но это все со временем, пока что на телефон. И я очень сильно потом себе хочу микрофон на камерный. Я не хочу петличку, потому что я веду влоги вот так вот, с руки снимаю. И вот петличка неудобна. Если дети вырвут, то, в принципе, это ни к чему сейчас Максимка пришел. Поэтому я хочу просто в камеру вставлять, в телефон. Там какая-нибудь шамовая такая вот штучка, как мышка. И хочу вот такой вот штук себе обязательно. Столько планов, столько идей на самом деле. И все хочется воплотить. Хочется как-нибудь, не знаю, улучшать свой контент. Потому что у нас встроено серьезно. Мне это очень сильно нравится. И очень сильно подводит, когда снят очень классные кадры. И нет. Либо приходится целиком все удалять заново. Естественно, грубо говоря, ужасно и трудно записать. Если, допустим, была какая-нибудь погода. Или потом ты узнаешь на монтаже все эти проблемы. Я знаю, что сейчас это основным пользователям, обычным, это не важно. Но для блогеров это прям очень сильно важно. Я надеюсь, что многим. Потому что если у тебя смотрят много-много людей, то я считаю, что качество контента должно быть очень на высоте. Хотя бы не хуже других. А другие, я уже знаю, которые много-много лет снимают. Они снимают, у них есть в запасе и камеры. И как это, и экшн-камера, обычная камера. Я не знаю. Я думаю, что у меня со временем все это должно получиться. И я хочу все-таки серьезно подходить к этому вопросу. Потому что серьезно, очень сильно тяжело монтировать, допустим, без ноутбука. Но ноутбук ладно, подождет. И я хочу, чтобы у меня все соответствовало тому, что я привыкла сама видеть. Потому что навряд ли кто-то захочет смотреть, допустим. Пускай он такой супер обаятельный. Вот канал Воронина. Качество камеры просто отвратно. Я не в обиду просто про то, что надо бы как-нибудь поменять проблемы со звуком. Но девчонки ее смотрят за то, что она просто сама по себе офигенный человек. Но я все равно считаю, что нужно как-нибудь быть в ногу со временем. Хотя бы не хуже других. Я не говорю, что надо какое-то 4К качество. Все равно YouTube это не потянет. И у кого есть, как это, подписка на YouTube, те могут вроде как смотреть 4К. А кто обычный пользователь, которых большинство, у которых нет подписки на YouTube премиум, по-моему. Те смотрят 1080p. И я считаю, что это в принципе вполне себе нормально. Больше не надо. И в общем, такие у меня планы последние. Новости. Не знаю. Сейчас я быстренько смонтирую этот видосик. А потом будем в следующем видео попробуем с вами убираться. И дальше всеми делами заниматься. И качество звука мне здесь не нравится. Я здесь сильно почему-то шепелявлю. Хотя нету этого при жизни. Максилка. С Юркой мы начали книжки проходить, наклейки. Я думаю, знаете, мы уже две книжки прошли. Я подумала, что он сам наклеивает. Я ему сам прикольно. Я им рассказываю, показываю, мы считаем. И скоро мы, скорее всего, будем собирать всю коллекцию. Я хочу нам стеллаж. Чтобы у нас был стеллаж. И туда складывать прочтенные книги. И раз в день ему давать куда-нибудь прятать. Потому что он хочет все и сразу наклеить. И я хочу, чтобы он раз в день проходил эти книжки. А потом, я думаю, мы будем драстать. Драстать. И нам, естественно, тоже нужно книжки прикупить, чтобы читать перед сном. Я считаю, что это прям обязательно. Не знаю, как-то я по-другому взялась за все это дело. Хочу как-то более взрослым, что ли, к этому ко всему относиться. Ай, Максилка, я чувак. Что-то я еще хотела сказать. В общем, не помню. Ладно, девчонки, давайте в следующем видео поговорим. Сейчас вы напишите, какая у вас модель телефона. И довольно-таки нет. Я знаю, что меня смотрит очень сильный приверживатель к Samsung A50 Galaxy. У кого такой же телефон. Но каждому, как говорится, свое. Мне там все не подошло. И вы напишите, какая у вас модель телефона. Используете ли вы его по назначению. Или как вы вообще играете в нем, или что. В соцсетях сидите. Я вообще там почти не сижу, как это ни странно не звучало. В общем, девчонки, на этом я буду с вами прощаться. Всех люблю, целую. Будем снимать дальше. Не будем пропадать. Я сейчас как-нибудь найду. Еще я хочу действительно диван. Из первого мебельного. Я уже с Ромой присмотрела. Из-за как кожи. Возможно, ткань. Я не знаю. И, в общем, тысяч 15 он стоит. Я как-нибудь хочу все-таки купить диван. Потому что я уже ввела в привычку каждый день складывать наш диван в зале. Но он совсем неудобный, чтобы на нем сидеть. Чтобы он был в сложном состоянии. Совсем неудобный. Вот, честно. Там спинка ужасная. Не откинешься. Ничего. И я думаю о том, чтобы купить диван. Не знаю. Напишите, подскажите мебельные магазины. Я все прочитаю, девчонки, честно. Очень важная информация для меня. Вот я понимаю, что это видео посмотрит очень мало человек. Но они будут все для меня очень ценные. Потому что вы со мной прошли огонь и воду. Это прям вообще очень классно. Ладно, девчонки, на этом будем закругляться. Уже с этого раз вам говорю. Сейчас пойду за детей кормить. У меня уже трестик маленький. И всех люблю. Целую все. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok